В заседании приняли участие представители Департамента по туризму, дипломатических ведомств, представители Гродненского и Брестского област полкомов, а также туристические операторы обеих стран. Белорусскую делегацию возглавил Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, польскую Роберт Кшиштоф-Новицкий, заместитель министра развития. В рамках заседания поднимались вопросы обмена опытом в сфере туризма, взаимодействия на уровне местных органов власти и продвижения совместных объектов историко-культурного наследия. Главной задачей белорусской стороны неизменно остаётся привлечение большего потока иностранных туристов. В частности, их очень интересует медицинский туризм, так называемый ностальгический туризм, это по историческим местам. То есть, у нас есть эти примеры, и в этом направлении тоже мы будем прежде всего работать. В объёме туристических услуг в Брестской области около 60 процентов, конечно, стоит задача уменьшить, но около 60 процентов это как раз составляет медицинский туризм. Потенциал наших санаториев, вот, то, что возле Бреста и Белорусдравница и другие санатории, БУК и так далее. Вот это задача привлечения не только туристов из России, ну и, соответственно, наших граждан отдыхать, но и с дальнего зарубежья, из Польши. Во время двустороннего общения было озвучено предложение разработки дорожной карты развития трансграничной туристической территории. Речь идёт о привлечении внимания туристов из третьих стран – Западной Европы, Азии, Северной Америки. Причём ставка делается на туристов-пенсионеров, путешествующих автобусными турами. Автобусные маршруты могут пройти через территорию Брестка и Кротинской области и их закольцевать уже не через Польшу, а закольцевать именно через территорию двух западных областей Беларуси. Вот это вот наша идея. Наша задача сейчас предложить конкретный качественный туристический продукт с проживанием, с питанием для туристов, в том числе из Польши, конечно, получается, но больше, конечно, мы ориентируемся на страны Западной Европы, Германии и Западнее. Такая дорожная карта позволит иностранным туристам не пропустить популярные и малоизвестные достопримечательности Брестской области. Беловежская площадь – уникальный объект Европы, получается, реликтовый лес. Но мы идём и дальше, что касается Брестской области. У нас с поляками общая история. Тоже получается, и Вацевичский район, то есть вплоть до того района, то есть это Косовский замок, места, связанные с памятью Костюшка, нашего общего национального героя. Плюс не стоит забывать про наше Полесье, Пинск – уникальный город, наверное, второй в республике по сохранившемуся туристическому наследию после Гродно. Туда можно и нужно включать. Также на заседании обсуждалась сегодняшняя картина по потоку туристов в оба направления. Если взять организованных туристов, то есть какой-то небольшой спад поездок белорусов в Польшу, небольшой, да, и наоборот, в шесть раз увеличилось количество организованных туристов из Польши в Республику Беларусь. Если взять чисто статья поездки, вот, просто перемещение, то здесь преобладает кратности наоборот. Большее число, соответственно, белорусов выезжает в Польшу – это просто обыкновенные поездки шоппингом, не туристические. Большое внимание в разговоре было уделено совместным историческим объектам, которые находятся одновременно на территории и Беларуси, и Польши. В первую очередь хотели бы обратить внимание на наши совместные туристические объекты – это Августовский канал и Беловежская пуща. Также отмечу, что авиакомпания «Лот» организует перелеты между Минском и Варшавой, а из Варшавы уже можно попасть в любую страну. Это очень важно, что белорусские туристы пользуются такой возможностью. Для Польши это плюс. За 2018 год на 13% увеличились туристические потоки именно с белорусской стороны. Однако точка в диалоге между Польшей и Брестом в сфере туризма не поставлена. На 2020 год уже намечен план по взаимному сотрудничеству. Мы договорились первым информационный штурм провести, потому что Польша, особенно в западных регионах, не знает про наш безвиз, не знает про наши объекты. Поэтому серия воркшопов проведем взаимных. Наши туроператоры должны иметь соответствующую мотивацию при проведении в Польше и наоборот. Они рассказывают нам про Польшу, мы рассказываем про Беларусь, взаимно обогащаемся и потоки растут все просто.